Случаев употребления наркотиков Продолжение следует... Муниципальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг пополнятся новыми кадрами. В ходе трехдневного семинара молодые сотрудники получат новые знания и навыки работы в сфере обслуживания граждан. По словам организаторов, требования к персоналу очень высокие, ведь центры будут представлять новый облик государства. После обучения сотрудники получат сертификаты. На сегодняшний день в республике всего 12 окон предоставления услуг. До конца года планируется открыть еще 35 не только во Владикавказе, но и в других населенных пунктах – в Чикале, Эльхотово и в Моздоке. Ребята получат и методический, методологический, психологический тренинг. Они научатся работать не только в плане того, как себя позиционировать на рабочем месте, в окружении техники, компьютеров, программного обеспечения соответствующего, но и эта работа с людьми. И самое главное, чтобы каждый человек, приходя за услугой, уходил с хорошим таким добрым осадком и добрым впечатлением от общения с этой молодежью. Судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд. Искали водителей, не выплачивающих штрафы. Работа двух служб в тандеме была четко слажена. ГИБДД выявляла нарушителей, а далее за дело брались уже судебные приставы. В течение нескольких часов, останавливая автомобиль, полицейские приставы убеждали оплатить долги на месте. Дальнейшее передвижение автолюбителя возможно лишь на общественном транспорте. Кроме долга придется заплатить и за услуги эвакуатора, поэтому неоплаченный в срок штраф, пусть даже в размере 500 рублей, может обернуться куда большими финансовыми расходами. Управлением Федеральной службы судебных приставов совместно с сотрудниками ГИБДД проводятся рейдовые мероприятия по явлению лиц, злостно уклоняющихся от оплаты административных штрафов за нарушение правил дорожного движения. На настоящее время было задержано 30 правонарушителей, имеющих задолженность свыше 30 тысяч рублей. Правонарушителям были выданы письменные предупреждения о том, что им необходимо до завтрашнего дня погасить задолженность по штрафам. В противном случае будет производиться изъятие автотранспортного средства в счет погашения долгов по административным правонарушениям. На данный момент было остановлено автотранспортное средство, имеющее задолженность и свыше штрафов свыше 30 постановлений. Данное транспортное средство задержано и в настоящее время совместно с ООСи Кюри Инвест припровождается на место временного хранения. Студенты медицинской академии сегодня провели для детей, находящихся на лечении в психиатрической больнице, первый урок «За гранью фантастики». Лаура Дзотова из Аургасиев – победители молодежного форума «Машук». Их проект направлен на работу с детьми, страдающими психиатрическими заболеваниями. Благодаря студентам здесь появились новые развивающие игры и различные книги. Особый метод работы позволяет слишком активных ребят сделать более усидчивыми, а замкнутых, напротив, раскрепощает. Пользоваться новыми играми детей научат сами студенты. Пока их всего четверо, но в скором времени к команде присоединятся и другие будущие врачи. Приходить сюда они будут каждую неделю. Мне было как-то настолько приятно, и это очень сильно запало мне в душу. Я пришла домой, набрала человеку своей команды за Аургасиев и сказала, знаешь, хочу такой проект придумать. Сам проект называется «За гранью фантастики». Он направлен на работу с детьми, с психическими заболеваниями, посредством развивающих игр в Аскобовиче. Известный остинский боксер Асламбек Козаев подписал контракт с американским промоутером. С появлением нового представителя, который устраивает бои в Нью-Йорке, Асламбек надеется заполучить себе в соперники сильных и титулованных боксеров. Для 26-летнего спортсмена контракт с новым промоутером является еще одной попыткой покорить вершину мирового бокса на новом для себя уровне, а также завоевать чемпионские пояса. В настоящее время Асламбек готовится к очередному бою, который пройдет в Лос-Анджелесе в феврале следующего года. Имя соперника пока неизвестно, но он надеется, что ему достанется достойнейший противник. Это для меня шаг в будущее, так сказать. Потому что раньше у меня был промоутер, но я особо не удовлетворен его работой. Он бои делает в Нью-Йорке. Это Медисен Сквер Гарден. Там, вы знаете, всегда очень серьезные бои по HBO, по шоу-тайму показывают. Котто недавно там боксировал. То есть у него очень много бойцов. В Дегорском районе встретили участников международного турнира по футболу Кубок нации Данон, который в этом году прошел в Бразилии. Молодая команда школьников из Дегоры обыграла Бразилию, Турцию, Марокко, Австралию и Мексику. Она стала лидером среди европейских команд, однако остановилась в шаге от попадания в призовую тройку. Напомним, в 2005 году Россия стала победителем Кубка нации. С тех пор вернуть лавры первенства национальной команде нашей страны пока не удавалось. Тогда нашу сборную также представляла команда из Северной Осетии. Мы выиграли республиканский турнир «Кожаный мяч». После этого уже поехали на зону России, где проходило ЮФО в Вейске. И там стали победителями тоже самое. И уже от ЮФО мы поехали дальше уже в Ростов на финал России. И там мы стали первыми и нам как бы дали путевку на чемпионат мира выставлять Россию на таком уровне.